Мы на месте. Мы приветствуем Екатерину. Интересуемся, готова ли она к проверке. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Да, доверит. Визуально что-то мешает? На ней есть что-то, как накидка, очень тонкая, с головы вниз идет, куполом накрывая ее. Хорошо, все, а мы его намерение разрезаем эту накидку. И она выходит из биополи Екатерины вместе со всеми сопутствующими чипами, датчиками, имплантами, к ней подключенными. Свет пошел, энергия выходит, Екатерина помогает, выдавливает это все. Пленка выходит и летит в клетку-тюрьму вместе со всеми чипами. Она очень прозрачная, и с ней вместе какие-то в ногах энергии тоже такие очень тонкие какие-то. И энергия в ногах тоже выходит, летят в этот шар. Она как наэлектризованный шар получился. Готова? Отправляю в клетку-тюрьму. Хорошо, Екатерина, вы не знаете, откуда это? Нет, на покалывание ушло с тела. Покалывание было, хорошо. Даю команду на счет 3, сканер сканирует пространство над головой Екатерины под ногами, 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Екатерины, находит все. Выстраивается прямой канал от этой пленки-оболочки. Притягиваю всех ответственных в клетку-тюрьму. Стоят в клетке-тюрьме мои заложники. Здесь два Грея, и все. Выстраивает Грея в канал, к другим ответственным, с кем они связаны по этому заданию. Притягиваю, если такого есть, в клетку-тюрьму, стоят в клетке-тюрьме. Никого нет. Хорошо, Грея. Покалывание любите? Они показывают вот эти энергии, наэлектризованные, они как живые, они облаком над ней. То есть они, потом они окутывают ее, потом поднимаются облаком опять вверх. И какая цель этого эксперимента? Во-первых, чтобы она к ним привыкла пока, поэтому они ее полностью из кокон пока не сделали. А если бы вы сделали этот кокон, что случилось бы потом? Потом кокон начал бы уплотняться, подключки появились бы, чипы-датчики, отток энергии бы пошел, мысли пошли другие бы. Пока это только привыкание к этим энергиям. Сколько вы находились в ее биополе? 12 дней. Хорошо, начинаем с реверса энергии. В процессе будет вопрос, и буду задавать их. Даю команду тонкой копии Екатерины спроекцировать прямой канал к двум Греям и этой пленке-оболочке. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкой аббрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Екатерине. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Крей, скажите, вы что, не заметили никакой защиты на ней? Она не выставляет защиты? Вы не видели, что душа находится на пути? Кивают, что да, да, заметили, видели. И поэтому они подстраивают эти вибрации к ее вибрациям, чтобы она принимала их за свои. Если вы видели ее защиту, я тогда не понимаю, почему вы вошли? Почему вы не уважаете ее границы? Почему вы не уважаете ее право на освоение? Уважают, а не уважают. Ну как же, если вы уважаете, почему вы здесь находитесь в этой комнате диагностики? Вы вмешиваетесь активно в ее жизнь. Вы пытаетесь изменить ее программу, ее русло, как она должна развиваться. Вы забираете у нее право на свободный выбор и на распоряжение своими собственными энергиями. Вы забираете... Они считают, что они помогают. Помогают прочувствовать ей вибрации, усиливая их своими вот этими электродами. Электроды, потому что они именно сейчас возвращаются, как маленькие светлые точки в виде энергии, которые давали покалывание. Как вы могли? Какая это помощь, если она испытывает покалывание в теле? И после этого еще было бы хуже в 10 раз. Как вы ей помогли? Если я сейчас скажу, что я сейчас вам дам живую плазму, каждому из вас. И мотивирую это тем, что я вам помогаю. Вы мне поверите? Но мы не просим, а она просила. Она что просила? Придите, Грейн, и поставьте мне конструкцию в биополе. Что она конкретно просила? Поднять вибрации. Она пыталась поднять вибрации. Какое вы отношение имеете к тем вибрациям, которые она заказывала? Она поднимала свои личные вибрации. Что там не хватало ей для того, чтобы вы не зашли? Вы же понимаете, здесь обманывать бесполезно. Если вы будете тратить мое время, я начну на вас. Анализы. Анализы. Вот это уже интересно. Какие анализы? Анализы энергии, анализы информации. Она не анализирует? Она принимает. Понятно. Я не знаю, какой информации сейчас идет речь, но я понимаю, это генеральная проблема в общем. Как у нас с реверсом, Вера? Закончен. Устанавливаю фильтр золотой сеточки на эти каналы. В порядке реверса Екатерина забирает все чистые, светлые, божественные, энергия обратно пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Хорошо, возвращаемся к нашему разговору. Итак, у нее нарушен анализ на вашу точку зрения. То есть она принимает информацию, не анализируя, не подвергая ее критическому какому-то взгляду. Я правильно понимаю? Наивно, наивно. И как вы эту наивность видите на энергетическом плане? Как она выглядит? Глазами грейм. Они показывают, они показывают, что у нее руки в стороны, и она открыта, душа открыта для приема. Анализа не стоит, не стоит никаких... Рамок. Фильтров. Никаких фильтров, никакой конкретной информации, кто дает эту энергию, кто поднимает эти вибрации. Хорошо, меня эта информация устраивает. Екатерина, вы сейчас все слышали. Нельзя слепо доверяться любой энергии. Нельзя слепо поднимать вибрации незащищенным, не представляя себя защищенным, не визуализируя именно того, к кому вы обращаетесь. Я полагаю, вы обращались или к своей цивилизации, откуда вы пришли, или вы обращались к Творцу. Они показывают вообще, как им легко к ней попасть. То есть это ее комната, я вижу, квартира, да, грубо говоря, они под потолком. Они очень легко проходят, и вот эта энергия, которая сейчас в клетке, они как облако, и они, ну, шевелятся. Потом они обтекают вокруг нее, потом вынимаются к потолку опять. А разве квартира не защищена, мы ее не чистили, Вера? Нет. Екатерина, так чему здесь удивляться? У вас конструкция стоит в квартире, платы стоят на кровати. Кому вопрос? Грэем? Нет. Они показывают, как они легко проникают, то есть направляют эту энергию. Я понимаю, но там квартира не защищенная. Мы ее не чистили. Если мы ее не чистили, соответственно, там нет никаких, никакой возможности защиты, через которую вы могли бы не пройти. У них нет подключек. Вот эта энергия, это то, что влияет на нее пока. Хорошо, я это понял. Но я просто озвучил второй аспект этой проблемы. Реверс закончился, да, Вера? Да. Хорошо, Грэем что-нибудь осталось, что я еще не вытащил, посмотрите. Ничего не осталось. Я рекомендую на рассинхронизацию Екатерины с двумя Грэем и этой оболочкой. На счет 3, 1, 2, 3, пошла рассинхронизация, заканчивается автоматически. Готово. Включаю внутренний белосвет Екатерине. Этим светом она выдалит и себя все негативное патогенонезкое аббрационное чужеродное, находящееся в ее биополе. Остаточные энергии на частоте Грэев и их подключек. Все это выходит, формируется в шар перед ней. Шар выходит, и это вот какая-то как затуманенность. И здесь информация идет, то ли от нее, то ли от Грэев, не пойму. То есть она, Грэи, Грэи говорят, что интуиция нехорошо работает, а она говорит, что хорошо, что я заказала проверку, потому что начала чувствовать, где-то внутри мне подсказывало, что нужно, нужно убрать. Не только убрать, еще и понять причины, и не наступить на эти грабли в очередной раз. Вот это важнее. Он как опера, да, потому что это ее путь развития медленный, своим темпом, но она правильно почувствовала шар. Все, никто никого ни в чем не упрекает. Я просто говорю, что есть еще другие возможности. Открываю под шаром воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Чисто. Хорошо. Помогаемая энергия отстегнуть все каналы на счет 3-1-2-3. Удар, отлетает канал, отстегивается. Открываю воронку в галактическое ядро, канал уходит на переработку. Чисто первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Хорошо, мы здесь закончили. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Приветствую. Приветствуйте, Али. Посмотри, пожалуйста. У меня здесь два Грея, 12 дней в биополе. Есть у меня здесь оболочка, пленка, все с чипами. 12 дней быстро нашли. Забираем на проверку. И то, что в клетке, тоже забираем. Эти энергии живые. Но они объяснили насчет 12 дней. Если бы было бы хуже, там целая программа была и целый план, что они собирались дальше делать. Пока она привыкала. Вот такой был ответ. Готова, забрали. Отлично. Клетка пустая. Хорошо. Давай заправим Екатерину энергией. Посмотри, сколько ей нужно энергии и какая частота вибрации. 3,85 и 26. На счет ремакушку головы Екатерина начинает поступать 7 высокоэббрационных потоков по 3,85% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли. Наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Частота вибрации поднимается до 26 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Есть. Хорошо, Екатерина, мы закончили вашу проверку. Как вы себя чувствуете сейчас? Великолепно чувствую. Буду серьезнее относиться к своим энергиям и вибрациям. Совсем разные ощущения сейчас и которые были до этого. Тоже вибрации на другие покалывания. А эту разницу найти это очень важно в вашем развитии. Вы на правильном пути делаете все правильно. Просто относитесь более критично и понимаете так. Если вы отдаете куда-то запрос, неизвестно куда, соответственно, приходит и ответ неизвестно. Непонятно откуда. В этом случае это были два ГРЭ. Вам надо просто концентрироваться на том аспекте, от которого вы хотите получить энергию. Вы получаете энергию, в основном своей родной энергией, с того объекта, с которого вы пришли. Если вы хотите заправиться энергиями абсолюта, вы должны сконцентрироваться на запросе к абсолюту и визуализировать его. Если вы хотите родными энергиями заправляться, как мы сейчас сделали, то вам надо сконцентрироваться на своей цивилизации, оттуда, откуда вы пришли. И по этому каналу получать эти энергии, при этом давая себе установку канал защищенный. Это очень важный момент. Если вы это будете делать, никто не сможет подключиться, как Грей это сделали. Это очень интересно. Я буду работать дальше. Все, что вы говорите, всегда визуализируйте. Это ключ. Хорошо, будем возвращать вас назад. Для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Екатерины в ее систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем к каждому органу клеточки и звелинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта, поднимайся в комнату диагностики. Пошел, пойдем. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok